Латкаринцы дали зеленый свет главному финансовому документу города – бюджету. На прошедшей неделе его обсудили сначала на публичных слушаниях и далее утвердили на Совете депутатов. Бюджет – главный финансовый документ города. Более чем на 100 страницах проекта по полочкам разложены все сферы полноценного функционирования муниципалитета. Перед его итоговым утверждением рабочую версию пристально изучают народные избранники. Далее обязательная часть – публичные слушания. Доходы 2018 года будут составлять 1,5 млрд 593,4 млн рублей. Расходы будут составлять также такую же сумму 1,593,4 млн рублей с нулевым дефицитом бюджета. Полное отсутствие дефицита – уникальность этого бюджета. Еще несколько лет назад эта цифра колебалась в районе 10%. Городской бюджет сформируется из множества источников. Основные – это налоговые поступления и дотации с областной казны и федеральной, а также аренда за использование муниципального имущества и земли. Бюджет города разделен на 13 целевых программ. Самое крупное – образование. Более 60% уйдет именно на это развитие города. По окончанию публичных слушаний документ передают в Совет депутатов, где на очередном заседании народные избранники принимают итоговое решение. Кто за то, чтобы принять решение Совета депутатов об утверждении бюджета города Латкарина на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, прошу поднять руки. Прошу опустить руки. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается единогласно. Исключительно полномочиями Совета депутатов является вопрос рассмотрения и принятия бюджета на следующий плановый финансовый период, который обеспечивает или, правильно сказать, должен обеспечивать необходимое развитие и функционирование нашего города. Поэтому вот сегодняшнее заседание, на котором мы рассмотрели вопрос принятия бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в текущем году является действительно самым важным, самым ответственным, самым главным. Бюджет сформирован на три года 2018 и плановый 2019-2020. Безусловно, в течение следующего года он еще не один раз претерпит незначительные изменения. Уже в ручном режиме депутаты и чиновники будут управлять городом, но фундамент развития Латкарина был успешно заложен на этой неделе.